Что такое физическое тело? Физическое тело – это своеобразная фабрика, своеобразная биологическая фабрика, какой-то комбинат, через который энергия, идущая от Бога, всё ниже и ниже, становится всё более плотной. И в нашем физическом теле перерабатывается и выходит обратно в физический план. Физическое тело для того и сделано, чтобы произошла переработка в новые физические формы, тех высоких энергий, которые не имеют форм. Вы знаете, что Бог Единый, Источник наш Единый не имеет тела, это чистый дух. Именно поэтому Он и создал эту физическую Вселенную, в которой есть физические формы, физические наши тела человеческие. И когда эти высокие энергии проходят вниз, они пропитываются эманациями специфической жизни, которая заключена в них. Вот физическое тело у человека, оно пропитывает, физическое тело пропитано эманациями этого человека. Поэтому абсолютно всё, что человек выводит из себя, всё пропитано его эманациями, а изначально божественными энергиями. И всё является абсолютно бесценными продуктами, которые потом возвращаются через тело матери в изменённом состоянии, в виде энергии опять Богу. Это знали все, всегда учёные всех миров и всех культур. Но современные учёные только-только начинают приступать к этому. Ну, я вам приведу пример. Выдыхаемый воздух человека — это бесценный продукт, который возвращается к Богу. Пот человека, слюна, моча, его фекалии, слёзы, кровь, кусочки кожи, которые мы теряем, волосы, которые выпадают. Это всё абсолютно бесценные вещи. Я вам покажу сейчас несколько фотографий своих, чтобы вам проиллюстрировать то, что я говорю. Вообще, в Агни-йоге написано прямым текстом, что наши Вознесённые Владыки так и сказали Елене Рерих передать через эти тексты учёным. В то время, это были сороковые годы прошлого века, передать учёным и всем, которые люди стремятся к Богу, передать эту информацию, что мы вступаем в век, который можно назвать психической энергией, и что изучать психическую энергию мы можем начинать с человеческих выделений. Очень много там, в Агни-йоге, посвящено психической энергии, которая выходит из человека. В частности, слюна, пот и выделение из, ну, моча в частности. Я провела сама несколько исследований, я с вами сейчас поделюсь, чтобы вы увидели, что то, что говорят Вознесённые Владыки, это правда. Вот на этой картинке моча, она из пробирки льётся, и на ней формируются орбы. Вот эти орбы притягиваются из воздуха к моче, как магнитам, и используют энергию психическую, или, ну, мы её психическо называем, на самом деле это жизненная энергия человека, от которого эта моча взята. И вот эти вот орбы из всей Вселенной притягиваются, как магнитам, и, видимо, питаются ею, потому что они проходят очень серьёзную трансформацию, эти орбы, они множатся, они делятся, они появляются, расщепляются на мелкие части и удаляются. То же самое мы можем увидеть про волосы. Вот это в определённом виде съёмка сделанная, и вы видите, что волосы человека, вокруг них множество-множество орбов. Причём эти орбы в разных стадиях находятся. Вот это одиночные орбы на одиночном волосе. Очень увеличенная фотография вот этих, этого одного волоса, и она зафиксировала тот миг, когда вот эти орбы входят в контакт с волосом, и вы видите, здесь образуется такая, я вам сейчас увеличу даже, такая дополнительная энергия контакта между орбом и вот этим волосом. Орб берёт энергию психическую этого волоса, и далее орбы переходят в другие иные стадии. На других моих съёмках, на видеосъёмке, на фотосъёмке, видимо, видно, что орбы осуществляют вращательные движения вокруг волоса. Но они также вращательные движения осуществляют вокруг любых иммунаций, которые человек выделяет. То же самое можно отнести к слюне. Вот слюна радости, она имеет форму звёзд, а слюна раздражения плохую, некрасивую форму. Или, например, слёзы радости имеют форму звёзд, то есть гармоничную форму, а слёзы обиды имеют форму ножей острых, которые ранят самого человека. И в это время, когда слёзы такие истекают, всё равно приходят множество сущностей из окружающего пространства, и они берут энергию. Хорошие сущности светлые берут энергию радости, психическую энергию, а ниши берут и питаются вот этими вот плохими слезами обиды, и они провоцируют человека, что он всё больше и больше таким образом плакал, потому что эти ниши и сущности этим питаются. Наиболее интересные исследования, которые проводят Маслов, сейчас вы его знаете, посвящены крови. Обычно наши красные тельца, они в обычном здоровом состоянии двигаются и очень быстренько перемещаются, и когда они перемещаются, они переносят гемоглобин и вообще обслуживают человека. Вообще красные кровяные тельца – это живые существа, имеют сознание, у них очень большая роль в человеке, и они двигаются с огромной скоростью. Но человек, который ведёт неправильный образ жизни и думает плохо, плохие мысли у него, обиды, например, злости и так далее, у него вырабатывается энергия, и вот эти красные тельца склеиваются, то есть формируется здесь клей, плохой клей, из плохой энергии. У него есть даже название.